Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы начнем знакомство с историей Дворцовой улицы, бывшей Карла Маркса. Она небольшая, тянется от перекрестка с улицы Гончарова и до Спаской. На ней всего 9 зданий. В них находятся кафе, магазины, офисы, торговый центр. В 18-19 веке она была гораздо длиннее, но на ней жилых домов практически не было, а стояли доходные дома. С историей этого углового дома, расположенного по адресу улицы Дворцовая, 8, мы вас уже знакомили. Он был построен в конце 18 века. Напомним, первоначально он принадлежал симбирскому купцу второй гильдии Ивану Осиповичу Буско. Толстосум Иван Осипович имел немало недвижимости в Симбирске и губернии. В середину 19 века в доме Ивана Осиповича размещалась известная гостиница «Пассаж». Как правило, в ресторане при гостинице предпочитала сиживать симбирская богема. А в гостинице останавливались знатные лица. Она просуществовала более полувека. Известно, что в мае-июле 1918 года в доме номер 28 проживал председатель симбирского губкома РКПБ Иосиф Михайлович Варейкис. Об этом свидетельствует мемориальная доска. Штабс-капитан генерального штаба Александр Липинский, который в 1859 году собрал сведения о Симбирске для составления карты, свежим взором указал дворцовую главной улицей Симбирска. И на то были свои резоны. В середине 19 века она интенсивно застраивалась. И именно здесь находились самые высокие трехэтажные здания в Симбирске. На этой улице находился и находится Спасский женский монастырь, основанный в середине 17 века, практически одновременно с Симбирской крепостью. Площадь его участка составляла около 2500 квадратных метров. Монастырский комплекс находился на территории современного дворца культуры губернаторский, торгового центра Версаль, между улицей Спасской, пожарным переулком и между улицей Бебеля и Дворцовой. До наших дней сохранились всего четыре монастырских здания. Первоначально все церковные здания на территории монастыря, в том числе и ограда, были деревянными. Поэтому Спасский женский монастырь называли деревянным, в отличие от Каменного Покровского монастыря. В 1691 году здесь начали строить первую каменную церковь во имя Спаса нерукотворного образа. В конце 1670-х годов купцом Ильей Андреевичем Андреевым была построена вторая каменная теплая церковь во имя святителя Алексия, митрополита Московского. А примерно через 10 лет на средства другого купца Твердышева к этой церкви пристроили каменную колокольню. В 1713 году тот же купец Андреев увеличил церковь в размерах, соединил ее с колокольней, а с южной стороны была пристроена больница. Умершие в 1784 году супруги Твердышева по завещанию оставили значительный капитал для строительства каменной ограды монастыря. С каменными кельями около нее и другими монастырскими зданиями. Строительство началось через три года. В ограде были устроены ворота. На северной стороне они назывались водяными. С южной стороны они были расписными с деревянной часовней. Главные святые ворота располагались со стороны Спасской улицы. В июле 1863 года монастырь посетил цесаревич Николай Александрович. А почти через год, 19 августа 1864 года, монастырь сильно пострадал от пожара. Обгорели обе каменные церкви, сгорели все деревянные кельи. Но через два года монастырь был восстановлен. В 1920 году при советской власти монастырь закрыли. Монахини и послушницы бежали, укрываясь от безбожных властей кто куда. В 1919-1920 годах монастырь был создан Симбирский городской концентрационный лагерь. Уже в октябре 1919 года число заключенных превышало 300 человек. Из бывших полицейских, жандармов, состоятельных граждан и крестьян, не выплативших чрезвычайный революционный налог. В 1965 году начались работы по закладке здания Межсоюзного клуба. И остатки Спасского монастыря были снесены. Сегодня на территории монастыря ведутся восстановительные работы. За исключением тех участков, где находится Дворец культуры и Торговый центр. Современная улица Дворцовая завершается на пересечении с улицей Спаской. Но раньше она имела продолжение. Там, где сейчас протянулась эспланада рядом с Дворцом книги, стоял губернаторский дом. Симбиряне его называли Дворцом. В свое время это было одно из самых крупных зданий в Симбирске. И оно как бы возвышалось над всей улицей. Общая площадь двух этажей составляла почти полторы тысячи квадратных метров. Губернаторский дом служил резиденцией симбирских губернаторов. В нем останавливались все важные гости. Первые лица государства. Такие как императоры Александр I, Николай I, Александр II, царевич Николай Александрович. В сентябре 1833 года по пути в Оренбург у губернатора Загряжского гостил поэт Александр Сергеевич Пушкин. В этом же здании после окончания Московского университета около года работал будущий писатель Иван Александрович Гончаров. В 1969 году в ходе реконструкции центра города, который готовился к празднованию столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, дом снесли. Фактически здание принесли в жертву современной эспланаде. Теперь улицу Дворцовую венчает памятник российскому историографу Николаю Михайловичу Карамзину. Мысль поставить памятник Карамзину в Симбирске впервые возникла в доме бывшего в 30-х годах XIX века министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова, который в 1838 году в согласии императора Николая Павловича объявил о сборе средств. Симбирское дворянство стало главным участником так называемой подписки. Проект памятника был составлен в Петербурге известным художником-скульптором Гальдергом. Ему уже было поручено исполнение этого проекта. Памятник состоит из гранитного четырехугольного пьедестала, на котором поставлена бронзовая статуя муза истории Клио. Она оперла с правой рукой на скрижаль, а в левой держит опущенную вниз трубу. Под статуей на лицевой стороне пьедестала в круглой нише поставлен бюст Карамзина. И под ним подпись Николаю Михайловичу Карамзину, историку российского государства, по велениям императора Николая I в 1844 году. В боковые стороны пьедестала врезаны два медных барельефа, на которых изображено в аллегорической форме с левой стороны чтение Карамзиным отрывков из своей истории пред императором Александром I. С правой стороны вручение умирающему Карамзину и рескрипту императора Николая I о пожаловании 50 тысяч рублей на путешествие в Италию для излечения. Статуя Клио была привезена в Симбирск в 1843 году, а через два года из Петербурга доставили пьедестал и бюст Карамзина. Памятник поставили в лучшей части города, рядом с губернаторским домом на площади, которая позже носила название Карамзинской. Торжественное открытие памятника состоялось 23 августа 1845 года. На открытии присутствовали два сына историографа Андрей и Александр Николаевич. Первоначально памятник обнесли деревянной решеткой, но в 1885 году вдова одного из сыновей Карамзина пожертвовала в память своего мужа, убитого на войне, капитал на постройку металлической решетки, которая и была изящно исполнена на Нижне-Тагильском заводе Демидовых. Это решетка железная с медными, вызолоченными сверху спицами и украшениями. В 1865 году памятник Карамзина был окружен сквером, так что в этом году исполнится 175 лет со дня установки памятника и 155 лет Карамзинскому скверу. Памятник Карамзину по-прежнему является одним из лучших украшений города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова